Друзья, всем привет! Меня зовут Юля. Вы на моем кулинарном канале Сладкий Персик. Обязательно, кстати, подпишитесь, потому что у меня очень вкусно. И сегодня мы с вами будем готовить перфиной пирог. Если вы когда-нибудь готовили королевскую ватрушку, то этот пирог вам точно понравится, потому что это очень похоже на нее, но только тесто у нас будет шоколадное. Для начинки нам понадобятся яйца, сахар, сметана, крахмал картофельный и творог. Для теста понадобится мука, сливочное масло, какао, сахар и немножко разрыхлителя. Сначала мы с вами приготовим начинку. Для этого мы берем яйца и разбиваем их целиком в миску. Теперь насыпаем к яйцам сахар и перемешиваем с помощью вот такого обычного венчика. В принципе, можете использовать миксер, но в этом необходимости нет. Размешали, теперь добавляем остальные ингредиенты. Насыпаем крахмал, выкладываем творог. Кстати, обратите внимание, что у меня творог не зерновой, он у меня вот такой вот, достаточно средней консистенции. Вы можете использовать для этого пирога тот творог, который вам больше нравится. Любите более нежную консистенцию, однородную, берите какой-нибудь полустовой творог. Если любите чувствовать зернышки, можете брать зерновой творог. В общем, как вам больше нравится. И добавляем несколько ложек сметаны. И теперь перемешиваем нашу начинку до однородности. Я буду перемешивать с помощью столовой ложки. Если вы хотите такую нежную, однородную консистенцию, можете перемешивать с помощью погружного блендера. Смотрите, начинка у нас для пирога готова. И теперь мы переходим к подготовке теста. Начинку пока убираем в сторону, она нам пригодится минут через 10. Для теста мы просто смешиваем все ингредиенты. Муку, какао, разрыхлитель, сахар и сливочное масло. Сливочное масло мы нарежем мелким кубиком. Если хотите, его можно слегка заморозить и натереть на терке. Тут как вам удобнее и как хочется сделать. В принципе, нам нет разницы, в каком состоянии добавлять сливочное масло. Оно у меня уже такой размягченное, слегка подтаяло. Я его вот таким вот кусочком в тесто добавляю. Главное нам получить из этого теста крошку. Поэтому многие натирают замороженное масло на терке. Некоторые вообще растопленное, то есть прям микроволновки растапливают или на водяной бане и наливают в тесто. Нам без разницы. Главный результат. Теперь моем руки и перемешиваем наше тесто руками. Растираем его в крошку. Ложкой это сделать не получится, поэтому только руками. Вот посмотрите, какая крошка у нас должна получиться. Очень красивая. У нас все готово. Теперь нам остается только собрать наш пирог. Для этого мы берем форму для запекания. Я буду ее прокладывать бумагой для выпечки. Кладем наше тесто. Вот это вот примерно половину, может быть чуть больше. Потом наливаем начинку и сверху посыпаем оставшимся тестом. Тесто утрамбовывать не нужно. Мы его просто насыпаем и вот так вот распределяем ложкой по всей форме. Но не утрамбовываем, то есть не прижимаем, а просто делаем вот так вот. Дальше выливаем нашу начинку. Тоже слегка вот так вот распределяем аккуратно. И насыпаем оставшуюся крошку по всей поверхности пирога. Я сейчас срезаю лишнюю бумагу. Я всегда использую бумагу для выпечки, потому что этот пирог, хоть он и насыпной, его вот так вот удобно потом готовый за края бумажки достать и переложить на тарелку. Он не будет разваливаться. Но чтобы выпекать, внешние края бумаги я сейчас срезаю. Теперь ставим пирог в разогретую до 180 градусов духовку на середину и готовим примерно 40-45 минут. Друзья, пирог у нас получился просто чудесный. Как видите, я уже начала его есть, поэтому долго болтать я сейчас не буду. У меня там чай уже налитый. Обязательно готовьте пирог по этому рецепту. Получается просто, просто невероятно. Вот представьте королевская ватрушка, нежная, сочная такая вот, сладкая, с шоколадной крошкой. Ну это просто шикарно. Поэтому ставьте лайк этому рецепту, пишите ваши отзывы, подписывайтесь на мой канал, а я пойду пить чай. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok